Как найти продюсера канала и чем он отличается от менеджера? Получается, тогда продюсера нужно брать человека, которому доверяешь к себе или составлять договор и в нем указывать, что все права на канал и идеи это вам, я правильно понимаю? Или есть какой-то еще способ обезопасить себя? Абсолютно верно, но проблема другого характера, что вы немножко не понимаете, как я думаю, я ошибаюсь. Хорошие свободным не бывает, это раз. Во-вторых, как найти этого самого продюсера. Поймите для себя одну простую вещь, что продюсеры, вот так вот, как бы, которые стоят в ютубе, там на фрилансе, на кворке, на апворке, везде-везде такие продюсеры, да, это девяносто девять процентов, это люди, которые еще недавно были там верстальщиками и маркетологами, а теперь они стали продюсерами ютуб-каналов. Поэтому найти того, которому вы можете доверять как самому себе, ну так себе история. Что необходимо сделать? Первое правило, как найти хорошего продюсера, надо для себя понимать. Первое, без договора нет разговора. Вот если вы не договорились, если вы не записали все, что вы договорились на видео, согласие, то дальше речи может быть не идти. Второе, у вас все работы должны быть прописаны, все работы. То, что не прописано, не существует. Третье, когда вы начинаете платить своему продюсеру, надо всегда платить с подтверждающим документом именно на продюсера. Ну, не на его секретаршу, не на его маме там на блины, а именно на его имя и фамилию, либо на его компанию, если ты компания, которая есть в договоре. Четвертое, надо четко для себя понять, что уже этот продюсер сделал. Секретные секреты здесь не работают. То есть, в нашем случае, я говорю, да, у нас есть клиенты, которые мы не афишируем этим клиентом, потому что, ну, многие и вы в том числе не захотите, чтобы ваш канал разбирали и не объясняли, как его продвигали, не объясняли, правильно? Потому что, как бы конкуренты же увидят. Но есть каналы, которые лично наши. Школа видеоблогеров, школа фриланса, школа компьютерной грамотности и еще там десяток каналов, которые делаем мы. Это наши личные каналы, мы можем показать. Идите, смотрите. Понимаете? Шестое, у этого продюсера, когда вы будете искать, должны быть отзывы. Седьмое, вы, наверное, можете попытать счастья, но это такая, понимаете, если взять без отзыва, без флага, без Родины, взять себе продюсера, но в том, в этом случае он будет экспериментировать на вашем канале за ваш бюджет. И в случае победы победите вы, ну, он и вы. А в случае неудачи, неудача всегда сирота. И проиграете вы, а продюсер пойдет к другому, уже с опытом, он уже будет понимать. То есть это очень много. Сейчас каждый уважающий себя видеоблогер сделал курсы по обучению менеджера YouTube канала. Вот каждый. Они там все клепают и все обучают. И вот кузница кадров, и у меня даже многие клиенты уходили туда и там учились, и опять приходили к нам. Потому что, чтобы сделать канал надо херачить. Никаких там этих, как его, чудесных, секретных, вообще ничего нет. Да? Ну, и напоследок, друзья мои. Если вы нашли нормального продюсера, то договаривайтесь с ним на год. А я объясню почему. У нас есть клиент, который работал с нами, а мы всегда делаем консерву. Что значит консерву? То есть мы делаем 20-30 роликов вперед, чтобы у него было на месяц, ну мало что случится, да? Чтобы у него было. И вот он решил по тихой грусти, говорит, а я пока приостановлю наше сотрудничество, там я пока отдыхать, поеду там туда-сюда, вот. Потом решим. Однако во время пути собака могла подрасти. Когда он вернулся назад, я же понимаю для чего. Зачем платить команде, продюсеру. Когда канал растет, он уже раскачегарил его и месяц он может катиться сам. А потом через месяц прийти и опять все заново. И так и сложилось. Клиент пришел, вернулся к нам в наши теплые объятия, но был неприятно, скажем так, удивлен, потому что, как бы, ценник на наши услуги вырос в два раза. То есть экономия тут была такая экономной, да? То есть нет, у нас есть клиент, я честно скажу, у меня есть клиент, который работает со мной четыре года. Четыре года он работает по таким тарифам, что я готов приплатить ему, чтобы он от меня ушел. Понимаете? Но он как бы не уходит и я его ценю за это, да? То есть как бы каждый месяц там они присылают ролики, мы делаем, мы размещаем, мы ставим, у них все растет, вот. Но те цены, которые были там, и те цены, которые сейчас в прайсах, которые будут там в двадцать двадцать втором году, они вообще несоизмеримые. А затрат делается, то есть я не могу физически делать ему плохо. И он это знает, но он знает и другое, что только он уйдет на месяц там, не знаю, в отпуск, тут же все наши договоренности слопкаются. Почему? Потому что на время работы канала мы зафиксировали цены. Поэтому фиксируйте цены и не будьте самым, потому что, ну, знаете, в чем самая глупость в моем случае, там, я понимаю? Когда люди приходят нанимать к себе хитрых, продуманных людей, чтобы они вместе с ними обходили конкурентов, воевали на рынке за место под солнцем, они пытаются сделать из этих дурачков, дурачков. Ну, типа, они же не поймут, как это работает, да? Что я вот решил там сэкономить двести пятьдесят тысяч рублей для того, чтобы не платить один месяц, а потом прийти и платить. Ну, пожалуйста. Вы же не просим. Поэтому фиксируйте и будет вам счастье. Пара-бара-бам.